Источник радиации под укрытием. Буквально в эти дни на ЧАЭС завершают герметизацию арки над четвертым блоком. И это еще не конец чернобыльской истории. Что происходит сейчас возле старого саркофага и какая угроза таится под укрытием в продолжение цикла Чернобыль-быль. Моя коллега Евгения Бурда первой из украинских журналистов увидела арку изнутри. Это строение уже не увидеть ни с высоты полета, ни с площадки ЧАЭС. Саркофаг – первое укрытие, которое построили над разрушенным энергоблоком. Под ним захоронили 90 тысяч кубометров радиоактивных отходов и около 200 тонн ядерного топлива. Тогда была ситуация, когда люди не могли просто даже рядом находиться. Анатолий Носовский был на строительстве укрытия в 1986-м. Контролировал дозы облучения, которые получали рабочие. Защитную оболочку возвели за полгода. Это три 12-метровых каскада из бетона и металла. Очень много было неплотности, то есть он не был герметичным. И поэтому часть реактивности, аэрозольная активность в основном, могла выдуваться оттуда. Новый безопасный конфайнмент – это арка высотой в 35-этажный дом, длиной в полтора футбольных поля, весом более 36 тысяч тонн. Строили его почти 7 лет и две недели надвигали на старое укрытие. Мы заходим под арку. Радиационный фон здесь допустимый для работы, но проводить съемку нам рекомендуют быстро. И даже короткое интервью – строго в респираторах. Грубо говоря, чуть больше 100 метров от грани уже разрушенного блока. Уникальные кадры между двумя укрытиями. Старый саркофаг 30 лет защищал мир от радиации. Теперь и сам становится источником опасности. Новая арка накрыла предшественника минимум на 100 лет. Старый саркофаг, в общем-то, сам по себе никаких изменений не имеет в настоящее время. Радиационная обстановка вот в этом пространстве, где мы сейчас с вами находимся, осталась без изменений. А за пределами арки, значит, в среднем по гамма-излучению обстановка улучшилась в два раза. Укрытие 1986-го построили за 206 дней. На его демонтаж уйдут годы. Металлические опоры и бетонные блоки начнут разбирать в следующем году. На самой арачной конструкции мы видим вот таких четыре желтых полосочки. Это два крана. Кранными размером с «Боинг» специалисты будут управлять из другого помещения. Фрагменты саркофага будут дробить, дезактивировать и вывозить на хранилище радиоактивных подходов. Самая большая дверь, 8 на 8,6 метра. 114 тонн ее. Есть такое там. Она отодвигается и мы так попадаем в подарочное пространство. Сейчас на втором укрытии продолжаются работы. Заделывают последние щели для абсолютной герметичности. Рядом оборудуют технологические помещения, насосные станции и вентиляцию. Воздух из подарки будет выходить через огромную трубу после обязательной проверки на радиоактивность и очистки. Сказать 40 беквейли для обывателя ничего не значит, да? Но, тем не менее, это основной контролируемый параметр при работе этой системы очистки. Естественно, это выдерживает все санитарные правила. Разобрать саркофаг и подобраться к разрушенному реактору – это лишь часть проекта. Затем нужно достать оставшееся после взрыва топливо. Естественно, нужно знать, где, в каких контейнерах, в каких местах оно находится, что в этом контейнере лежит, какая там его активность, какой его состав и какая его ядерная опасность. Самое главное. А мы на некоторые скопления еще ядерные, которые находятся в самове везде укрытия, еще не можем дать гарантию, что они являются ядерно-безопасными. Обслуживание арки обойдется Украине примерно в 60 миллионов евро в год. Пока стратегия расписана до 2065-го. Столько времени займет очистка территории ЧАЭС до максимально возможного уровня безопасности. Остают эти пирамиды уже сотни тысяч лет, и с ними ничего не случается. Просто так ничего не делать – это преступление. Евгения Бурда, Тимофей Сорокин, Владислав Гапон, UATV.